Чуть-чуть долить. Сережа, ты время видел? А? Катя, я счастливый человек. Еще 12 нету. Я счастливый человек. Куда ты наливаешь? Ладно бы ты на отдыхе был, там где-то на Гавайях, я не знаю. У меня же в горле пересохло. Ты видела какие морозы идут, елки-палки, через два дня гайки и беда. Минус 20, но его в баню. Мы готовимся, ребята, чтоб и вы не мерзли. Давай Марат быстренько, чтоб получилось, что мы там, она кажется уже снимает. Посмотри. Я больше не поеду с ним никуда. За пивом? Да я сам дорогу знаю и поеду. Друзья, всем привет. С вами искали. Привет, мои хорошие. Эх, ты, друзьяки. Марат джан. Всем целом. Эх, Катюня, что сегодня будет, ребята. Несмотря на то, что идут на самом деле сумасшедшие морозы. Мы приготовим сегодня. Посади сюда. Теплота Израиля. Весь смак и цим из Бессарабского края. Куриный бульон. Мама дорогая, что подарила нам природа что-то еще. Мука. Смотри сюда. Зира горная. Эй, горная. Высокогорная, брат. Там совсем другие ароматы, совсем другие удобрения. Скажи мне, что здесь не хватает? Не знаю. Ну ты человек умный? Ладно, не очень. Мясо? Это баранины. Ёшкин ты, кот. Смотри, какая лопатка. Забежал сегодня к Викуле на привоз. Викочка. Большое, огромное. Вам спасибо. Марат, каким пчаком будешь сегодня работать? Вот этим. Та ты шо? Это мои любимые ножи. Катя, да. Я надеюсь, ты их не затупила. Марат, смотри аккуратно, а не шубритно. Я все ими делаю. Ребят, две лопатки у нас сегодня. Можно взять заднюю ногу, мякоть. Чуть-чуть подольше тогда будем готовить. Я вам расскажу сегодня про лопатку. Очень нежное мясо, шикарное, подходит для этого блюда. Нарезаем его. Плюс-минус, как на орех. Как гуляш. Ты как на уроке, когда я попал не в тот класс, короче, понял? Я, допустим, я здесь два. Нет, я как будто бы в пятом, а попал сразу в восьмой. Так ты расскажи, что мы вообще будем готовить. Ребят, очень вкусное блюдо. Ромка мне дал тему вот эту. Мы будем... Рома, те, кто не знает, это Роман Джан. Салют тебе, шалом родненький. Это друг Марата, который научил его готовить плов. Будем обжаривать мясо, потом тушить. У нас сегодня уникальный просто гарнир получится. Это отдельно будем готовить тыкву и ботат. Ботат, ботат такой. Катюша, вчера на базаре ты показывала его. Марат говорит, я такой красоты в Израиле не видел. Ты посмотри. Очень красивый сорт, да. А они еще и разного сорта бывают? Да, их много сортов. Как картошка. Марат же говорил, что их там сколько там их? Чуть ли не мама дорогая, а сколько, елки-палки? Около 30, по-моему. Сортов только ботата этого. Ай-яй-яй. И шо это за мясо? Шо это за нож? И нож с привоза кому надо. Это у Сереги есть. Мой любимый. Шикарные ножи просто. И баранина шикарная. Одна прелесть готовить. Он мне уже говорит, выбери себе один нож и его... Я даже не давлю, я не знаю. Просто он сам проваливает. Чтоб ты понимал, я его не точил. Это как заточил Серега. Плюс Катюня, ну прикладывается, она все им режет. Понял? Даже таблеточки. Не даже. В основном таблетки коту. Так я прихожу, короче, вот так вот ножей. Я говорю, Катенька, выбери себе один, два, три, может быть, четыре любимых, короче. А остальные не трогай. А я сегодня буду исполнять, тоже давно не было его на экране. Ух ты, вышел на арену ресторана, наглухо какой-то там скрипач. О, Катюша, я посмотрел в твои бездомные глаза? Ага. Ладно, опять в мире животных. Монечка вышел. Монечка, иди сюда, мой котик. Ко мне, ко мне иди сюда. Просто там люди пишут, показывайте, пожалуйста, все время своих котиков. Монечка, ушки грязные? Чистые. Да чистый нос, чистый хвост, пушистый. Мой, мой, мой красавец. Иди сюда, иди сюда, Монечка. Иди, иди сюда, мой красивый. Иди, тебе баранинки дадут. Иди сюда. Катя, перестань с ними разговаривать, как с дебилами. Это нормальные кошки. Монечка. Монечка, ко мне, родные. Ко мне, сюда иди, е-мое. Ко мне, родные. И что? Цоп-цабе. Цоп-цабе, давай сюда. Ну-ну, ты там что-то про мои бездомные глаза хотел сказать? Да, и вспомнил, что я забыл дать в рынду, елки-ты-палки. А, ну давай. Не разбуди ребенка, может не будешь давать? Катя, да я от этой музыки сам аж спать хочу. Но мне некогда, потому что сегодня надо готовить. Марат, Джан, давай, Катя, ты показала кота? Смотри, если он дрыснет, будешь его искать сейчас аж в Авидеополе. Сейчас посмотрим. Потому что он сейчас побежит, да, не домой туда. Откуда он родом? Откуда родом, короче. Скажет, я домой. Тыква, кабак по-нашему, батат. С чего мне, Марат, начинать? Это рано. Чисть лук и нарезай. Понятно? Пожалуйста. Ну, можно хоть я один батат почищу? Ну, почисть. Тем более терка тоже с Израиля. Сейчас, Сереж, загоню все-таки, я его домой. Моня, заходи. Моня. Так пусть уже других позовет. Моня. Ну, все, лови его теперь по заборам. У нас, наконец, холодильник в доме. Мой золотой. А, ура. Сейчас все случилось. Кот, мой замечательный. Ну, и агрегат, конечно. Он когда висит совсем других размеров. А ты думал. Давай, дошел. Давай. Быстро. А ну, гай, гай, гай. Пошел. Гай, Джан, домой. Давай. Хвост, смотри, аккуратно ты. Все. 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 Все, Катюша побаловалась, повыгуливала. Иди, тебя ждут удивительные, серьезные, замечательные съемки. Так что она все ржет и ржет, короче. Он говорит, выпустите меня. Я теперь понял, почему. Пусть пульжет, чем плачет. Да. Как там люди написали, ребята, снимаю шляпу за тот шикарный комментарий. Марат готовит, Катя ржет или Паванчик песенки поет. Вот так и жили. Как это? Так они и жили. Я даже не знаю, с какой начать. Наверное, со средней. Марат. А это что, не туда-сюда? Как я люблю таких размеров что-нибудь. Да, Сереженька. Катюша, это и туда, моя хорошая, и сюда. Ну, я же хотел покайфовать. Смотри, просто прелесть. Вот это экономия. Сразу видно, что терка с Израиля. Ты понимаешь? Захочешь что-то, чтобы осталось, ничего лишнего. Марат, мы всю используем, батат? Не, не. А сколько? Полторы-две. Не, ну давайте уже две. Что вот это полторы? Да, Марат, перестань ты баловаться, потому что, кажется, наша мама на тебя глаз положила. Ей все время не хватает. А если бы Марат, вот я вот, 150 грамм, прекрасная женщина, да, там уже многие хотят, уже не оператора посмотреть, а маму, Татьяна Михайловна. Ребята, чтобы вы понимали, милая, стройная женщина, именно от слова стройная, красавица наша. Давай вот эти вот возьму, короче, а это, слушай, а если я ее посажу, а город же есть, что будет? Не знаю, попробуй. А если лежа? Так получается много будет? Ладно, разберемся. Так она же как корнеплод растет. Да я шучу. Кстати, мне там заслуженно сделали замечание про Юлия Цезаря. Доигралась? Ты представляешь, вот я не знаю, что это такое нашло на меня. О, это не отмазывайся. О македонского мы говорили. Ну мы говорили, но мы такие несколько дел, такие цезаря делали. Ну если умел с двух рук, так только стрелять. Ага, Юлий Цезарь умел ногой плов готовить, глазами читать, мыслями стихи сотворять. Кого-то он там еще трогал в это время и где-то подтанцовывал, если не ошибаюсь. Вот эти вот пять уникальных вещей он мог делать одновременно. Короче, Мараджан. Главное, что люди пишут, реагируют на наше видео. Мы большие молодцы, вот просто на самом деле. Как это? У нас интерактивно правильные видосы. Правильно сказал, что это? Тебя поправить, если что, Серёженко. Точек, очень, может, для чего угодно. Ребята, спасибо вам, мы такие... Вот, человек написал. Грамотнее. Как это? Гросс Либенталь. Большая долина любви. Большая долина любви. Ну я вам об этом и говорила. Вот немцы молодцы. В два слова запердолили три, понимаешь? Большая долина любви. А может, долина любви слитно пишется? Ну или через тире? А, ну и в лобане этот я, я как это, в школе не посещал уроки. Марат, а что надо, красный лук туда использовать? Красный лук пойдёт только при подаче. Марат, ты что? Не-не-не, белый, белый. Да посмотри, ёшкин кот, это же маленький родственник тыквы. Хорошо, что ты спросил, я не видел, что он начал его чистить. Ну конечно, он вчера его... Да он пригодится, мы при подаче. Да он такой сладкий, он такой... Хорошо, сколько цибуль, давай по-твоему? Цибули довольно много. Так, ну у нас, ребят, тут 1,8 кг баранины получился с двух лопаточек. Ну много, это столько или ещё одну? Не-не-не, хватит, хватит. Вот три хватит. Ого, бритва. Ты ещё Марат топорик мой не пробовал? А я? Я себе представляю. А куда ты вот эти жопки денешь? Выбросишь? Тоже посажу. Ты что, не знаешь, что цибуля сажается путём деления? Картошку. Нет, ты не смейся, Марат. Картошку берёшь вот так, уделишь на 4. Картошку, да. Ну лук не посадится так у тебя. Да ладно, ты не повелась, но даже уже хоть уважаемому рассказать. Ёлки-ты-палки. Меня можно грызнуть, я не соображаю в этом ничего. Вы начнёте с лука обжаривать? Это собачки. Какой? У нас, знаешь, сколько собачек на районе? Я когда Миланю спать, ухожу туда на улицу укладывать. Да, сегодня такая красивая привязала. Столько собачек? А? Трёхцветная? Рыжая, нет. Трёхцветная только что сигала тут через добор. Ретривер, лабрадор как это? Да, коричневый? Да, да. Рыжий-коричневый такой. Так он ходит нас с Миланией до кладбища и обратно так три раза провожает. Это сосед наш. Да? Ладно. Так, так, так. Всё, Катюшка, сделай паузу, мы сейчас подготовимся, а потом что-то ещё, может, испоём. Сильдерей обязательно. А, ладно, давай без паузы шмалять. Сильдерей сейчас. Буквально. Дедушка, сильдерей я сейчас помою. Дверь. Нам надо, как это, компостную яму завести. Кстати. Давно пора. Пока не засыпало, пойдусь вам что-то выкопаю. А, чтобы пнило, а потом как удобрение? Да, да, так это же лучшее удобрение. Компост. И об этом ты знаешь. Я просто у бабушки такое было, она делала вот так, всегда, да. Так это правильно? Все нормально, делаешь себе там, не знаю, там, шифер, там, чем-то, или ящиком каким-то себе там, формируешь. А что обязательно надо чем-то вот таким огораживать? Ну, все же витамины располагаются по почве. У Ани, кошечки, увидела у Виталиков? В конце огорода. Шифером так аккуратненько. Чбунь, 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 даже не обязательно закапывать. Просто делаешь себе вот такую коробочку и туда все-то скидываешь. И она себе там гниет. Сережа, нам обязательно надо. Пере, не вает. Что, ты сполоснулся? Я. А как нарезать лук мне? Как? Полукольцом. Чего ты? Ох, как сельдерей. Маратик полукольцом, так полукольцом. Сейчас вообще будет здесь такое слияние ароматных. Марат, вот где давить не надо, так это здесь. Боже мой. Вот, конечно, топоры. И берут вверх над ножами. Вообще никакого усилия. А мне вот пчаки нравятся. Катюша, каждому свое, елки-палки. Вот им можно и тоненько. Я хотел, Сережа, что ты сделал, сегодня перебил тебя, Катя. А, ничего страшного, оморали. Я делал воду здесь. Класс, это просто сказка. Так и долго. Да, даже в ресторане таких условий не было. Просто надо было бегать куда-нибудь. А, там же был рукомойник. Но без горячей воды. А, здесь тоже, кстати, есть. Но бегать надо. Это весной потом, Катюша, когда после спячки тебе надо будет лицо в порядок приводить. Будешь выходить и купаться водичкой. Прохладненькой. Ну, умывать себе лицо, чтобы оно опять стало такое нежное, пушистое. Вот как, когда мы с тобой познакомились. Не дождешься, Сереженька. А что, так и будешь ходить поморщиной, елки-палки. Тише. Причем с каждым годом все поморщине было. Слушай, покажешь мой подарок, который приехал недавно. А, ух, ребята, вы молодцы. Такого подарка мне еще никто, Марат, не посылал. Марат, ты обалдеешь. Я сам не знаю. Марат. А ты не знаешь, потому что... Это лучший подарок, лучший. Ты не знаешь, потому что тебе там нет. Послушай, там есть меня и Катюня. А, ты вынесешь? Я думал, надо идти внутрь. Мне сегодня пришлось... Это очередной раз доказывает, что у нас самые замечательные, самые удивительные, самые понимающие толк в юморе люди. Марат Джан, дал бы тебе понюхать, но вряд ли ты узнаешь, потому что там шо? Эх ты, Липованское счастье. Короче, смотри, Судой. Сереге Липовану, Гутулю из Славянска. Елки-палки от благодарных зрителей. Ты шо, ты шо, Марат? На, ты понюхай. Вот это не импортное. Родненький, это настоящее. Вот это наша поздняя. Так откуда приехала, вы представляете? Откуда? Ты шо, Славянск? Обалдеешь. Смотри, это тебе. А теплая какая, это тебе. Блин. Можно я кусочек отрезать? Это Свете. Конечно, держи вот так вот руками и побольше. Да стой, подожди, иди сюда. А вот Катюня, Катюня приехал корм. Ладно, короче, помоется. Ребенка разбудим. Ты шо, овса целая куча. Я вареный, Катюша, ты шо? А где бумажка там была? Обалдеть. Где ты этот? Корм для Катюни. Мама дорогая. Ты лучший, просто лучший. Большие молодцы. Мы ее не сойло еще не сделали, но уже кормить не с чем. Тихо. Вы у меня точно договоритесь. Ладно, я высыплю сюда. Может, там что-нибудь есть? Катя, успокойся. Там есть белок. Может быть, это специально, чтобы я перебрала каждую вот эту штучечку? Белок, жирок и углеводы. Здесь все, моя хорошая. Что же мы с ним делать будем? Надо кролика срочно. Катя, в твоем случае даже замачивать не надо. Обалдеть. Спасибо, вы лучшие, на самом деле. Овес. А, я знаю, что тебе надо. Ведро осталось. Ведре подставляют и... Ребята, снимай шляпу. Вы большие молодцы. Спасибо огромное, на самом деле, от души. Ты шо? А мы вчера... Она так пахнет. Анна, это бесподобие какое-то. Давай я тебе врежу. А ну, греж. С ароматами. А ну-ка, дай. Мама дорогая, где этот хороший нож? И мне врежь. Чпур. Мое вон там. Смотри. Не давай ему гутулю. Я с ним поделюсь овсом. Сумасшедшая? Обалденная. Бесподобная. Кисло-сладкая, как положено. Вот то, что видишь, на базаре получается привозная. То айва, а это именно самая настоящая гутуля. Аж в детство занырнул. Мировой закусал. А варенье какое, а компоты бесподобные, а просто погрызть. А я в детстве, ну, потом готовить закончим, я буду есть его как в детстве. А вы не положите туда кусочек? Куда? В барашку? Обрезаешь шкурку, потом у тебя вот такое все остается сочным. Мы можем одну порезать вместе с этим, тоже бахнуть, как гарнир. Марат, ох, у меня тут сыпется. Хватит, хватит. Да как это хватит, если у нас баранины немало? Уже лука больше, чем баранины. Куда ты? Баранина любит. Просто такой хороший топорик, что не хочется. Если вы не знали, он вам сейчас расскажет. Останавливать. Останавливаться. Так, шо? Гайгут, собцабе. Поджигай. Давай подмаринуем барашка, пусть он минут 10 должен 15 постоять. Давай, может я тут что-то лишнее сделаю. Скажи мне, с какого, вот это очень сахарная. Давай с нее начнем. Это, ладно, к ботату пойдет. А что ты мне тут ножей положил, как будто бы, прямо именно намекаешь мне. Режь, постоянно, без остановки. Солим прям вот так, вот прям здесь еще сырую. Перчи. Так надо же сходить. Сидит, сидит. Кто? Моня, слышь, дай перец. Мау! Мурня? Подпевает мне. Скажешь мне, ведешь оспарнутые двери. Он очень разговаривающий, певец какой-то там. Опача. Я искала на просторах интернета тебе большую сольницу. Не сольницу, солонку. Да, вот такую не нашла. Есть 40 сантиметров. Сколько? 40. А это? 50. Ну, давай хотя бы 40. Но мне кажется, что они в комплекте все идут. Перец повыше, а соль поменьше. Надо у Галкина спросить. Володенька не завалялась вот такая вот? А я на их просторах и искала. И что? Ну, вот тебе говорю. Слушай, мы и микрофоны тоже искали, а Галкин нашел. Ничего на свете лучше нету. Чем, Володя Галкина? На белом свете. 10 минут даем постоять. Хорошо. Лук начинай жарить. Он сейчас скажет, рано. Рано. Все. Муку ты приготовил? Приготовь. Да. Мою руку. Забери, пожалуйста. Грибочки? А, там еще и грибы будут сегодня у нас. Катюня. А. В этом рецепте и грибочки будут. Ты посмотри, какая прелесть. Ребята, чем мельче, тем лучше. В нашем случае? Шампиньоны. Королевские. Вот те, что коричневые. Что за прелесть. Что за радость. Так. И все для мамы. Маратик, ну что, пошло там, наконец-то, 10 минут и следующая процедура. Давай я. Ребята, во-первых, она настоящая, высший сорт. При обжаривании запечатает лучше. И даст нам как последствия, как загуститель соуса. Короче, я вот это вот делаю, да? Да, на глаз, на глаз. Я и мешаю? Хочешь, у тебя перчатки можешь мешать. Ладно, давай ты. У тебя же нет перчаток. Давай. А, я тебя подпевать буду. Думаю, хватит. Ты знакомый, а ты напеваешь. Спахнутые две. Блин, я эту песню, блин, когда пришел с СССР, в армии, Свете под гитару пел. Серьезно? Да. Ё-моё, ты шо? Гитара есть? У меня их столько, только я играть не умею. Так, вот так вот хватит. Ты шо? А ну давай без гитары. Помнишь, начало? А ты опять сегодня не пришла, кажется, как я. А я так ждал, надеялся и верил, что зазвонят опять колокола, колокола. И ты войдешь в распахнутые двери. Что? Ладно, давай, дальше. Там надо было дублировать. Хорошо, шмаляй, по-твоему, как ты, как ты, Свете, на балконе играл. Нет. Боюсь. Перчатки снимешь прямо у дверей. Небрезно бросишь их на подоконник. Ты так замерзла, скажешь, обогрей меня скорей. А мне опять протянешь зябкие ладони. Я их возьму и каждый ноготок. Я их возьму и каждый ноготок перецелую. Точно, ёлки-палки, по-твоему. Еще, Марат, так и делали. Сердцем согревая. Ой, если б ты шагнула на порог. И на порог. Но в парк ушли последние трамваи. Ах, да. Обалдеть. Помню, представляешь. Губы-то помнят, ёлки-палки. А припев про трамваи? Так это и был, наверное, припев. Оно повторяется. Ты там повторяешь последние срочки по два раза и получается, как припев. Ага. Припев такой. Ты еще и, как это, и на гитаре шмать умеешь? Ну, когда-то там играл. Но я левша, но почему-то решил, так как я смотрел, как друзья мои играют, и мне было неудобно. Я играю как бы право, ну, как правша. А надо было наоборот. Поэтому успехов особых в гитаре я не добился. Не, ну, судя по тому, что Света до сих пор с тобой, ты ее покорил этой песней. Да, я даже ей свои стихи писал под разные мелочи. Марат. Да. Вот тебе какой человек. А ты, Сережка, почему стихи не писал? А я просто пою. Последний трамвай. Да. Ой, хорошо. Блин, прям эта песня меня прям в молодость прям вернула. Да? Аж заулыбался. Да. Эх, а ну все, вот это вот, любая песня, это ассоциация людей. Да, это тебе не овсом меня кормить, Сереженька. Это не я, это Светлана Петровна, елки-палки, чтобы она была здорова. Так, все, подожгли. Ой, Марат, она хулиганил, тут я за тобой поудраю. Немножко, а мне надо еще здесь сковородку поджечь будет. Уже? Так я и тут могу. Charbroil, сегодня опять. Без тебя никуда. Ой, свет зажгли. О! Так, и сегодня пойдет сливочного масла. Прямо целая куча сколько, а запотело, как ты, елки-палки. Это лучшее масло, ну вот я перепробовал все. Не реклама, ни в коем случае, рекомендация, просто елки-палки. Окажите картинку. Староказачи. Катя, она одна такая в магазине. Староказачи, 82,5%. Так. Холодненько, как ты любишь. Это вы сейчас будете эту баранину на сливочном масле жарить? Шедевр. И баранину будем. Нет, немножко добавим обычную. Так, сюда я могу растительного чуть-чуть добавить, да? Немножко, да. Будем миксовать. Странно, что не на кордюке. Вот так вот? Да. Немало? Нормально. Согласен. У нас же еще вон топленое осталось, еще тоже его используем. Конечно. Туда же. Уже же? Уже же. Прям все. Ах ты ладно, давай. Тебе там пишут, что полотенечко не мешало бы заиметь, а не об штаны руки вытирать. Знаете, как классно в штаны руки вытирать? Ребят, специально для вас, да, если вы не пробовали, то... Мы готовим сегодня не в ресторане, мы готовим для себя, поэтому мы имеем право делать все, что хотим. Марат, именит это вот своими оправданиями в Одессе держишь, оставь ты в покое, ёшкин ты кот. Как там? Кажет, хочет, так как друг, короче, вот обоговорка есть? Более, Катя такая частюля на серёге штаны каждый день стирает. Угу. Вот повезло мне, конечно. Да, я тоже со света повезло. Ты тоже, ещё тот засранчик, да? Так. А зачем ты выкинул эту баночку? Только маме не говори. Нет, она очень удобная, оставь меня. Да у меня там ещё одна есть, и ещё одна есть, и ещё две есть. Что ты за человек? Ты оставь ты в покое, Катя. Я помою. Ты обрастёшь барахлодную его в баню, ёлки-палки. Мне иногда нужна баночка. Ну так я тебе иногда дам. Э, а ну выключила вот эту вот копилку в себе. Ты будешь копить, новая не придёт. Надо расставаться на лике с этим, со старьём. Да, вчера. Хотя это не про нас, когда... Не мог найти баночку, ругался. Но я же нашёл маме. Да я нашёл. Марат, ухом чувствую, ай, горячо, горячо. Всё, давай. По чуть-чуть одним слоем? Прям да. Ну я думаю, что сразу можно. Да ты мой хороший, ничего себе. Ай-яй-яй. Давай не всё сразу. Две порции, ну давай. Ну давай. Ну я, чтобы... Вот, насколько масла хватает. Понял, тебе только не суверенит. Ну да, я его хотя бы расклею. Побыстренько. Вот так вот. Всё. Ребят, на сильном огне. Обязательно. Марат, я хочу ещё то блюдо, которое вы готовите в шаббат, когда нельзя готовить. Как он называется, Рома? Хамин, хамин. Тоже с тыквой? Блин. Ну это я должен остаться у вас ночевать. Я согласен. Пиво есть, оставайся сегодня. Всё не готовим. Там такое блюдо. Нету продуктов. Евреи поймут. Катюня, туда всё идёт. И ботат, закладывается, закладывается, закладывается на медном огне. Варится 12 часов, можете представить. Представляешь? Это хаш, только не просто из копыт, а именно из всего. Какое мясо? Очень много. Говядина. Говядина. Кошерное мясо. Обязательно, потому что курица не выживет столько. Там порошок уйдёт. Слушай, как барашек по-другому заиграл абсолютно. Сейчас мы обе порции поджарим. Тогда дадим размалите. Розмарин скажешь, когда у меня лопата есть. Я пойду тебе выкопаю. Когда будем делать вот это. Слушай, мы сегодня баранину готовим. Давай немножко туда казацкого рецепта. У нас же можжевельник ротёт. И вот эти бубочки можжевельника. Немножко буквально кайфрику. Это же я так давно хотел лопатку приготовить по такому рецепту. Мне кажется, что пора уже немножко помешать. Ну, попробуй. Ты ба? Йо-йо-йо-йо. Я делаю своё дело. Ребята, мясо будет ещё тушиться. Поэтому прижариваем буквально вот так вот до такого вот цвета красивого. Как у Серёжи получилось шикарного. И шикарного Серёжи. Мне ещё так никто такого не говорил. Комплименты. У шикарного Серёжи. Вчера мне сказали, что от меня пахнет. Вкусно. Спасибо, да. А мы вчера заехали... О, он обнимал уже, что от него пахнет. Нет, мне Катя вчера подарила водичку эту туалетную. Нет, заехали в ресторан. А там людей. И все карася, короче, да. И давай там фотографироваться, обниматься, там туда-сюда. И заслужилый комплимент. Так, это вот сюда, это вот с шумовочкой сюда. Короче, ну как я рога тебя облагородил, нормально? Продырявил по полной программе. Всё необходимое, всё, что есть. Ещё и рынка, тёрочки, ёшкин ты кот. Кстати, видел какой-то там конкурс по телевизору. Видел вот такую вот штуку там, показывали старинную. И ещё такая же, только весы. Серьёзно? Для яиц, да. Вот здесь грузило, а здесь вставляется яйцо. И проверяли, или по ГОСТу, или нет. А в немецком метро продаётся вот такая штучка. Что-что? На сайте немецкого метро. Есть вот такая штука? Надо заказать. Серьёзно? Угу. Давай. Серёжка снимай. Не, пусть она снимает. А я буду этот баранину доставать. Ай-яй-яй-яй-яй. Саре, Марат, оно аж танцует. Да-да, великолепно. Шикардос. Да, Маратик, про сковородку тут забыли, потому что ёшкин кот ещё не сизая, но хорошо горячая. Сделать чуть-чуть потише. Наливай. Вот я каплю. Ага. И сливочная. Всё, сливочная есть? Пользуйся. Там, если мало будет масла, скажешь, я ещё принесу. У меня что у того этого? Как там этот? Кто он там? Барбоскин. Плюшкин. Да не Плюшкин. Гуталинового этого, дяди. Матроскин, ёлки-палки, Барбоскин. Ай, лопаточка, лопаточка. Баратик, как там у Викули дела на привозе? Баранина есть торговля и идёт? Всё, великолепно. Шикарная баранина. Эти лопатки такие молоденькие были, просто сказочные. Я когда их увидел, я просто показал пальцами вот так на две. На, Серёжка, давай. Так, увидите, там всё такое. Самый маленький огонь. А, самый маленький огонь. Хорошо. Пока, да. Хорошо. Нет, ты держи, я буду аккуратненько сносить. Сливочный лучок. Где же я такой сейчас? Опача. Надеялся и верил, что зазвенят опять колокола, колокола. Но в парк ушли последние трамваи. Дай-танай-дай. И тебе там мешать? Снимай, 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 не стесняйся. Там упругенькая, понял ты? Именно как, тугенькая. Ты там мешай, я здесь мешаю. Сейчас единственное, у оператора сложная задача. Бегать. Ничего. Я справлю тебя. Пусть бегает. Тем более, как это, витамины приехали для бега. Катенька, смотри, какие ножки на сковородке. Ёлки, шоу, хорошего, благородного напитка. Коньяк, вино там, чача. А? Значит, баранина у нас конинная. Понял? Хорошая. Честная. Все, Марат, красиво, да? Да. Загоняем в центр, раздвигаем вот так вот. Давай сливочного масла кусочек. Пошел ты. Два, кидай вот так вот. Оп, аккуратненько. Так, все, я возвращаю эту баранину опять сюда. Ай, Марат, джан, скажи мне, что специи на твоими сухими ладошками зиру, правильно? Боже мой, но она, ее даже растирать не надо. Вот она пахнет. Все, все. Хорошая, это высокогорная. Давай, еще. А я, что ж ты, как этот? Давай. Все. Закрыли, чтобы не выветривалось. Так, бульон куриный есть. Все, подешивай и добавляй грибы. Хорошо. Это просто праздник какой-то. Ты посмотри, какой сливочный уже получается цвет. Я даже не знаю, не цвет, блеск. И это все с ароматами зиры. Смотри. Шедевр. Сейчас опять сбегутся, слетятся все птицы. Да. Я добавляю фельдерей, мук. Маратик, грибочки, слушай, ну их немного. Хочешь все? Да, с бегом. Ну, бахнет все. Ага. Все, я добавил огонь. У нас сегодня грибы под цвет баранины. Красиво. Шедевр. Подожди, Марат, я тут оператору в любви признаюсь. Вот за что я тебя, Катенька, люблю, так это за вот эти вот недрожащие руки. Просто, несмотря ни на что, в тяжелейших этих вот слюновыделительных условиях она именно работает стабильно. Аж рука не дрогнет, понимаешь? А также и хочется сразу в себя нет-нет, да что-то отправить. Что ты там говорил, очень важное, говори. Ну, что, я присалил немножко учет. Правильно. Правильно. Мясо готово? Да, практически еще минутку, и мы его выключаем. Оно не готово еще совсем. Дай грибам искупаться, все будет нормально. Конечно, не готово, это только... Это будет еще томиться. Это один из этапов. В этой же сковороде? Нет. Нет, в гриле. Он сегодня выступает в качестве духовки, как это, духового шкафа, не оркестра. Ребята, внимание, температура 230-240 градусов, довольно высокая. Мы еще зальем это бульончиком. Любой мясной бульон, нету бульона водичка. Ничего страшного. Мы сейчас это все еще перемешаем с этим луком с сельдереем, и будет нам счастье. 40 минут, 20 минут вверх-вниз, 230 градусов, смотря какая у вас духовка, 240. Потом открываете крышку, еще 20 минут. Выпариваем соус. Должен получиться такой... У меня другой вопрос вижу у всех наших телезрителей. Это сейчас мы готовим именно все для основного блюда, это еще не гарнир? Нет, это гарнир отдельно будем готовить. Пока у нас будет доходить в гриле мясо... Мясо? Мы займемся гарниром. Мы займемся гарниром. Все ясно. Что ж тут не ясного? Да сейчас, да еще хотя бы разочек. Я понимаю, это красиво. Конечно, сливочное масло, а это сливочное масло. Я бы сейчас сюда уже немножечко лучка вот так вот припустить. Хорошо заперчить, посолить вот так вот приятно. Выключать и лепешкой именно это все дело просто съесть. Нет, я же хочу по Романому рецепту. Рома, извини, никаких отклонений. Все. Лук отдельно. Чпунь. Нам вот этот сок висцинец понадобится? Конечно, а почему нет? Все. Тогда я сейчас готовлю... Можешь подогревать... Да он заводится за две минуты. Я за другое. Сейчас я подготовлю, как это? Пищевую табачку, эту выворку. Емкость. Емкость, во. Гастро. Хорошо, я могу же уйти? Конечно. Маратик, слышишь, она еще из-под рыбы не проветрилась. А мы ее сейчас уже бараниной насытим. Вот хорошая штука. Емкость. Да. Да я же тебе говорю, что я просто на бархолку хожу, мне так просто по кайфу. А это шушо? Бени. О, слышишь? Полосатый тигр-мигр. Беничка. Слышишь, может им этот, как это, будки здесь завезти? Вольер, может им надо для воздуха, слышишь? И на поводке пусть ей бегают? Вот, точно. А с другой стороны, если коту хорошо, то что же ему сбегать? Пусть ей бегает по огороду, все равно вернется. А вдруг побежит, на дерево залезет. Ну и что, так это коты, Катюша? Ну не знаю. Как это, не воробей уже? Я не готова рисковать. Иди сюда, мой мальчик любимый. Иди сюда, Беничка, иди, иди, мой золотой. Не-не, поправляется, видишь? Ты мой любимый. У него уже шерсть другая становится. Будь здоров, будь, будь здоров. Это запахи другие услышал. В квартире у нас в доме это такое елками пахнет. Надо ему грудку помыть. Он уже сам кушает, я его уже с ложечки не кормлю. Беничка, иди сюда, мой мальчик. Иди сюда, мой красавец. Катя, перестань ты так уже с ним разговаривать. Да как я с ним разговариваю? Да нормально разговаривай, елки пахнет. Скажи, я красивый просто мальчик. Смотри, какие у него. А хвост павлиний просто. А не, рисунок по бокам-то вообще, я даже не знаю, как эта природа на них рисует. Просто зеркальное отражение. У меня смоки тоже такой интересный становится. Он же еще растет у меня. Чистый павлин. Ну, сейчас он еще немножко, Сережа, все равно. Ага. Должен очухаться. Катя, слышь, открывай двери, пусть выходит. Это же совсем другой контент, елки-палки. Кошелки, да? Пусть выходит с нами, конечно. Пока собаку не завели, так он пусть... Смотри, как он красиво ступает. Котые бегают. Походка у них народная такая, да. Э, а ну, куда ты без яиц собрался? Давай домой. Все, Катюня, загоняй. У нас уже тут рецепт сынет, елки-палки. Смотри, ему что-то нужно. Это он, кстати, птичку поймал. О, смотри, смотри, лег. Лёг, крысавец. Бенцион. Марат Джан, сколько? Все. Выключай. Да. Очень нежно уже, очень нежно все получилось. Просто надо, да. Все. Это спасибо. Укладываем, да? Да. Укладываем, закладываем емкости. Может, мясо-то сковородки промо, промо именно так удачу. Да, почему нет. Аааа. Ага. Так, перчатки одеваю. Я как Халк в них или у кого-то руки большие? Все, можно отправлять? Нет, нет, нет. Мы забыли практически полстаканчика грамм 150 вина. Меньше пить надо, ребята. Слышишь, а у меня есть, смотри. Белое, сухое. У меня есть наше, а есть итальянская трешка. Сколько надо? Катя. Это белое вино. Да. Санглурезе. Давай проверим. Заодно и выпьем. Сухое червоное елки-палки. Извини, отбой. Нет, только белое. Тогда белое. Скажи, сколько? Буквально грамм 150. Все. Все, сейчас только алкоголь выпарится и снимаем. Хорошо. Что ты вспомнил? Ох, как грибами запахло. С пьяными? Кайлюша, иди сюда. Кайлюша, иди сюда. Кайлюша. Она такая красивая. Катя, ты можешь с ними не разговаривать? Просто она сама выйдет. Кайлюша, Кайлюша девочка. Кайлюша красивая. Иди сюда, Кайлюша. Идем. Ну, я нахожу немножко эти ласкательные, чуть-чуть дебильноватенькие. А мне кажется, ты ревнуешь, Сережа. Нормально все. Я всегда с ними разговариваю. Ты не слышал, как Света моя с котами разговаривает. Сисюкается тоже? Там не сисюкается. А как можно с ними не разговаривать, скажи мне? А где рыжий? Скажи, спит где-то там. А вот же елки-палки. Ты что, пила водичку? Да, водичку пила. Мокрая. Маратик, уже выпарилась. Да, все. Все, Катюшка, давай, зоопарка. У меня коты, у меня коты, Сереженька. Все. Открывай новый канал с котами и топи за котов, ешкин кот. А то мы их с Маратом приготовим скоро. Давай, Беня, заходи. Беня, заходи. Не, любчики такие, что просто... Давай. Если у тебя получится оставить немножко масла вот здесь, а не прям вылить вместе, то мы это масло прям будем готовить гарнир. Марат, тогда я шумовкой могу это еще все сделать, по крайней мере... Это я имел в виду. Все, потому что если я все вылью, то оно выльется. Да, нет. Ладно, хорошо. Что? Что, Сережа? А мы что, бульоном, да? Да. Маратик, на, держи за ушки, здесь специально вот так вот их придумали. Только не уроните, Марат. А я сделаю так, как ты хотел. Да. Вот это вот. А почему биржи? Чуть поближе. А потому что мы в ней будем гарнир готовить. А потому что жижа у нас сейчас будет в виде бульона. У нас же бульон есть. Как там мои пионы? Не взошли еще? Ой, как здесь пахнет, ребята. Я не понимаю, о чем ты говоришь, но... Просто повернула голову, смотрю ямки, ямки с палочками. Подумала пионы. Если ты вернешь свою голову вместе с фильмоскопом, так это будет иметь логику. А то не многие же себя понимают, думают, что она там опять несет. Да, она ждет пионы, которые посадили. Постоянные телезрители понимают. А что, ждать еще полгода? Пионы? Да. Весны, Марат, весна. У нас, спасибо, да, нашей Одессе маме. Погоду нам дарит такую, что у нас и зимой весна, так что не исключено, что вот на днях они и пробьются. Хорошо, что ты меня уговорил все грибы положить. И весь лук, Марат. Привыкать. Как это? Одно, когда дома там на двоих со Светой, то понятное дело, тут ты уже бери во внимание, что семья большая, детей сколько, котов, мама в конце концов. Да и сам ты спасибо аппетит имеешь. Так что, я же больше не для себя, а для тебя стараюсь. Все, зира на месте. Кидай это все на досочку. Я несу лучок. Аккуратненько. Сидеем. Да, да, да. На сливочном масле. Слегка подсоленный. Как это называется? Сейчас это все разровняем. Блюдо. Блин, не знаю. Баранина. Баранина по-ромски. Баранина с интересным гарниром. Я вот еще сухого лука, ребят, сюда немножко. Так самое интересное, это не вот то, что вы сейчас делаете, а то, что будете делать. Постой, постой. Надо же тут пошпаклевать немножко, чтобы это было. Блин, Катюша. Ты понимаешь, что намечается? Стой, стой, стой. Я забыл про чеснок. Не забывай. Цельный месяц чесночок. А может сушеного чуть-чуть добавить? Можно. Давай. Бульон тоже выливай, Сереженька. Подожди, бульон. Да, сейчас чуть-чуть. Вот так вот, чисто немножечко. А Маратик пусть. Ого, ого. Гейт по-другому. Я вот чеснок сушеный очень люблю. А лук вообще. Ел бы и ел бы. Марат, у нас ребенок спит, Марат. Я в ринду лишний раз не колочу, ешкин ты кот. А я посмеяться боюсь лишний раз. А вы тут своим колочком. Долбит. Его надо резать, шмалять. Вот прям целиком. Прямо туда. Вот который большой, я немножко. На две части. Давай, кидай. Еще один. Давай, кидай. Розмарин когда? Розмарин у нас пойдет в это. Не пойдет в баранину? Тогда я хоть сбегаю за этим можжевельником. Йохан и Бабай. Не с тобой бежать? Да тихо. Ты можешь своим копытом ребенка разбудить. Да хватит, Сергей. Уже все деревья ободрать решил. Сережа, Сереж, хватит. Катя, ты что думаешь, что я там пол ведра собрал? А, они давитые? Нет. Это полезно. Алена рассказывала, что раньше казаки чмякали, чмякали. Переборщи. Чмякали. Боже мой. Чмякали, чмякали. И вавки себе замазывали. Зарастало. Так это еще и полезно будет сегодня. Все, что я переборщил? Блин, пару бубочек. Так вот вы... Ёхан и Бабай, аж в баню захотелось. Куриный. Прозрачный смотри какой. Это чисто ган. Сережка всю ночь варил. Представляете, Марат? Да перестань, это совпакует. В ресторане взяли. А похвалить можно тебя? Ну, в смысле, еще вот это. Фу, напугал меня. Конечно же, я больше нету. И ставим уже. Так, розмарин не идет. Вспоминай давай. Вино, бухло, самогонку, все. Перчик не хочешь один положить? Можно. Ну, Рома будет не против. Ребят, высокая температура. Минимум 230 грамм. Так, сейчас, погоди, погодь. Это будет мыться. Чарбройл. Имею огромное уважение. Шмалять на таком агрегате. Так, подставка для баланса. Надеялся и верил, что звенят. Под крышкой? Опять. А, вы же говорили, 20 минут под, 20 минут без. Ты очень способная и внимательная. Вот так вот, ровненько. Марат, я уже загоняю. Давай-давай. Ты ему положил сюда веточку розмарина сверху. Ну, шо? У нас розмарин будет в десерте хотел. Ну, там пусть будет и там, и там. Ладно. Пусть будет, по-твоему. Ну, Рома, вижу, сейчас смотрит и говорит, лучше бы ты, конечно, добавил. Будешь потом иметь, что слушать по телефону. Хорошо. Шо, замываемся, затираемся. Время-то засек? Да, давай нарезаем. И я вот это, а ты тыкнул. Сейчас, подойди. Надо не будет, стой. Ну, чуть-чуть дай срач этот привести в порядок. Как будто бы у нас здесь кто-то за нами ухаживает. Оператор, сделай паузу. Это ж в кадр не идет. Весь этот, чистота и порядок. Так. Масло мы еще и добавим сейчас в процессе приготовить. Обязательно. Я могу еще сбегать там еще пару пачек. Может быть, три принести. Так, шо? Говори. Еще раз. Что ты сказал? Делать не надо. Тыкву. Батак? Хочешь батак. Правильно. Кубик примерно сантиметровый. Он очень твердый. Отставь Марату батак, а сам займись тыквой. Я просто смотрю на Марата и немножко хочу пожалеть его ручки. Топор, конечно, по-другому шьет. Неправда. Неправда. Пчак. Удивительный нож. Вот такой. Я понимаю. Топор не, Катюша. А там висит топор? Висит. Я в следующий раз возьму топор. Не-не. Мне надо твой маникюр красивый. Попробую. А топор не трогай. Например? Колбаску порезать. Тебе к завтраку. Она меня троллит этим, елки-палки. Будешь мои ножи трогать в лишний раз, так я их к Марату увезу. Ой, напугал. В сейф. Там они в безопасности. Я скоро и до Катаны доберусь. Буду как ты. Ю-ху. Она же мисочка где-то была. Так я тебе ее сейчас дам. Смотри. Марат, тыквода. Такими же будет кубиками? Да. Она будет сладкая? Она будет сладкая, конечно. Ты что, сам батат сладкий, елки-палки. Его дети в Израиле бегают просто так едят. Слушайте, пора уже переходить на диетические какие-то блюда, товарищ. А это что? Да, здрасте, что? Это абсолютно 95 блюда. Ой, Марат, сколько вы масла туда добавили? Такое сливочное. Да, и что? Оно испарится. Чистый холестерин. Ой-ой-ой. Ты же не видела, какой-то качественный макар? Катюша, я спасибо твоим комментариям. И так сижу долгими ночами, прослушиваю видео и вырезаю эту фигню. Не вырезай. Мне кажется, скоро тебя в кадре вообще слышно не будет. С моим холестерилом. Да, вот все, что ты там говоришь, короче. Так каким ты добьешься это методом? Пока люди не заскучают, скажут. Липованчик, верни нам чудо-голос, да. У вас что, опять штатив снимает? Так. Ты, как говоришь, не вся, да? Половина половины? Да. Блин. А ну-ка. Ага, тут надо сейчас поподчистить ее чуть-чуть. Вот так вот. Нет, ты неправильно делаешь. Тебе надо было скибочки сделать и скибочки чистить. Ты пол тыквы сейчас израсходуешь. Я могу тебе оставить. Кину в ту коробку сосом. Что ты как это? Я же зачищаю. Я хочу просто проверить. Это берет? Да ты что? Ну, это ты долго будешь делать. Берет. Надо просто делать скибочки. Скибочки ножички. Что-то я устал уже от нее. Давай, Марат. Слава Богу. Хоть оно вот это вот молчаливое. Ой, да ну ладно, вот это только не говори мне. Ты просто себе надо уметь останавливаться. Остановите. Слышала такую фразу? Я просто знаю, что ты... О, вот это другое дело. Что ты с тыквой не очень-то часто работаешь. Поэтому я тебе подсказываю. Катюша? Да, Сережа. Я хотел попробовать, на что способна терка. В каких условиях, с каким продуктом. Ты что думаешь, я тут каждый день этой теркой тру? Нет, ну это ты слишком большой расход делаешь. Надо только язвочки эти вырезать. Марат, по-моему, сейчас меня побьет. О, вот молодец. Аж рука съехала. Ты уморила меня сегодня. Всегда фрегранно работает. Да, под моим чутким руководством. Так, дальше что ты делаешь? Это Марату давай. Все, такой же кубик. Давай. По-братски. А эту мы не будем пробовать такую? Кусочек. Эту тоже будем. Немного. Немного. Немного, Марат. Ну мы же не понесем. Жалко гарнира? Нет. У меня мама очень любит такое. Ну. Ты намек понял? Я сам люблю. Ну так аж вот это. Так может давайте всю приготовим? Да, она готовится отдельно. Ее можно в принципе и без мяса кушать. Так вот мы вот так вот и поступим. Давай, я тебе подкидываю. А ты же маляй как надо. Правильно. А я зачищаю. И батат тот сейчас тоже пойдет. Просто ты когда эти хвостики оставляешь, нам потом... Надо что-то с ними делать. Какой сережка вчера суп приготовил, Марат? Я видел. Так хватит уже. Я просто вам рекомендую. Да, я попробую сейчас. Рецепт называется с любовью. Если там осталось, конечно. Такой вкусный. Мы вчера им обедали и ужинали им же. Вот, видишь. Значит вкусно. Очень вкусно. Прям я его хвалила и в обед, и на ужин, и даже вечером похвалила. Успокой, ты уснула вечером, елки-палки. Что же мне? Неправда. Я похвалила сначала. Я ждал, пока ты меня похвалишь. Пошла и уснула. Это все твое пиво. А я тебе сказал, не трогай его. Больше не буду, не притронусь. Понимаете, что она вытворяет, насколько я понимаю. Она, чтобы Сережа пил меньше пива, а она его сама пытается. Чтобы ему меньше досталось. Сережа, я прав? Ой, Марат. Она вот мы, когда в драфу заезжаем, она там делает эти вот, типа, у него глаза большие. Знаешь, что тут? Зачем тебе столько? Что ты с ним будешь делать? А вечером я за ней не успеваю, да. Натура у нее такая. Она любит пиво. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Она у нас все любит. Да прямо, Марат. Я люблю вкусное. Поэтому на его пьет, что оно вкусное. Особенно вот это вот темное. Антиимпериал и Милкстаут. Ну то Антиимпериал-то вообще, это на самом деле шедевр. Слега, хватит. Куда? А в чем мы будем это готовить? Вот сковородки. Туда не хватит. Да ты не... Сейчас будет Катя ехать к маме, в Одессу маму. И отвезет ей вот эту большую, большую половину. Месту, потому что батат мы должны начать с него. Он готовится... Так высыпите уже в сковородку. Хорошо, хорошо. Дальше, чем... Хорошо, мы батат уже можем поджечь? Конечно. Да. Вот видите. Что бы вы без меня делали, мальчики? Все, подождалось. Все, сейчас нагреется. Занимайся бататом. А с другой стороны, смотри. Мы в ресторане сейчас редко появляемся. А люди спрашивают. Ребята, куда пропали, когда будете готовить блюдо дня? Вот это прекрасное блюдо дня. Так вот сегодня Катя и отвезет. Ребята, все в Архимус, едите. Нас там не будет. Но блюдо дня будет. Заедешь, завезешь, покормишь и домой. Ох, как оно заиграло. Красиво. Высыпать туда. Огонь маленький. Батат? Хорошо. Да. Самый маленький огонь идет. Слушай, это прямо какого-то тут жижа молодильная. Ты посмотри, какой навар остался из-под этого всего. Так, подровняли. Все, батат пошел. Не мое кино. Вот я и под... Тыкву есть. Шмаляй, это очень вкусно. Масло добавлять? Очень вкусно и полезно. А что же мы гутули не добавили туда, куда хотели? Гутуля быстрее всего. Ой, пойду погуляю по огороду. Пойди. Надоели вы мне. Вот. Идем быстренько пилка обахнем пока она свалила. Тихо. Ну, Марат, за батат. Вы что? Дикие. Иди по огороду, давай бегом. Ужас. Давай. Твое здоровье и всех наших подписчиков. Все. А ты попробовал кабак? Нет. Лучше не пробуй. Такой сладкий, ты обалдеешь. У меня... Мед. Гутуля варчу. А? Попозже. Дай-ка я попробую, интересно. А это какой? Это уже второй. Это подожди ты, укать. Такой сладкий? Попробуй первый. На. Вот тут, чтобы чуть-чуть подороже. Шедевр. Шикарный. Домашность. С базара. Слушай, а вечером по базару-то оно шикардо слазить. Елки-палки. Да. Цены приятные. Как вкусно. Люди замечательные. Короче, все как обычно у нас в Одессе. Маратик, смотри, нам сейчас следующие там сколько там дней. Вот эта непогода идет. Сумасшедшая холода минус двадцать минус. Хамин. Это бахнет. Не, я хотел, чтобы какие-то домашние рецепты на кухне приготовим. Там в духовочке, не знаю, на сковородочке, в конце концов. Потому что я нормально, а ты здесь замерзнешь. Ага. Кафе-леточку, судьба рулеточка. Допелся. Ваша песенка спет на тыхнился? Что? Да. Ты хотел розмаринчика пойти с огорода достал. Да ты что? Тут и ходить никуда не надо. Сколько тебе надо веточек? Две. Ладно. Ты его уже изрядно ободрал. А для кого его, дру? Для твоего аппетита? Хотел сказать, чтобы, как это, даже не знаю, какие здесь красивые остались. На, вот так вот целиком. Чпунь. Катя, ты еще весной посадим, елки-палки. Сейчас в агромарке, ты знаешь, сколько там появится всего этого? Боже мой, сегодня бесподобие какое-то вот этих вот. Нам надо с тобой вот эти все выкопать. И посадить. Мы снимаем сегодня за еду. Оставь вот этот вот тухляк на после съемок. Извините, ребят. Хорошо? То ты хозяйку это включаешь, вот это вот ходишь, надо выкопать. Ну, надо перекопать, а слово не скажу. Поняла, как? Что? Здесь высокая температура уже, надо глянуть, если кипит сделать поменьше. Он хамло. Серединку, да, сразу убрал-то. А эти боковушки, наверное, встали? Нормально все. Для общей температуры мы нагнали сейчас 250, вот пусть она такая и будет. Смотри, вот этого тебе хватит розмарина? Прямо на усы твои похожи. Ой, как пахнет. Блин. Поцелуйтесь еще, мальчики. По-настоящему. Ха-ха-ха. Ты понимаешь, когда с огорода со своего ты берешь розмаринчик, это же вообще сказка. Свежак. Прямо елка новогодняя. Да, прям вот так мелко-мелко и туда. И уже? Да. Да. Вот такими веточками. Супер. Все. А у нас есть крышечка. На нее? Да. Обижаешь? Любая какая-нибудь такая. Чтобы она просто не плохо. Все. Так оригинально. Сейчас я только быстренько чуть-чуть сполосну. От этих витаминов уличных. Пыль называется и все. Это ж не крышка, а шедевр, ешкин ты кот. Где там? Оригинал. Марат, что прямо аж, скажи мне, вот на таком медленном огне? Да, да. Потом мы ей дадим посильнее и дадим ей корочку такую жареную. Ага. А пока вот так. А сейчас, получается, мы ее тушим до вареного состояния? Ботат, да. Ну, до полуготовности, потом добавим туда, скажите, все. Тыкву. Чего ты? Марат думал, думает. Любуется. Не, он просто думал, где взять гитару. Какие ароматы. Думает, где взять гитару и Свете опять что-то исполнить. Да пусть уже хоть без гитары исполнит. Или у нас там детская есть. Трин-дарин-дарин-дарин-дарин-дарин-дарин-дарин-дарин-дарин-дарин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это впало, посмотри, какой ботат одинаковый цвет с тыквой. Сейчас, один возьмут. Марат, посмотришь видео? С базара. И поймешь, что мы не просто там ходили, а мы специально выбирали лучшее. Так, где-то чуть-чуть прихватилось немножечко. Отлично. Потому что сладость, да. Можно добавлять тыкву? Еще три минутки, пусть побулькает. Давай вот его проколем или дай мне один попробовать кусочек. Кого проколем? Зубочисткой. Чтобы понимать, можно уже тыкву закладывать или нет. О, конечно можно. В принципе, да. Можно я тоже? Можно. А посолить не надо? Да, сейчас будем солить. И чуть-чуть добавим. Буквально капельку кориандра. Ой, как вкусно. Все, вываливай. Или как там? Закладывай. И маслечко не забудь. Добавляй. И масло сливочное сразу еще. Где-то минут 10 у нас побулькало под крышкой батар. После этого вводим или как правильно сказать? Так, короче, добавляем. Добавляем, да. Масло давайте, Марат. Оставь ты это. Все эти тонкости. Целая сковородка рыжей. Да. Красоты, а? Чуть-чуть соли сейчас бахнем. Прежде чем ты начнешь. Тут, я думаю, что не чуть-чуть, а можно аккуратненько хорошо. Тут такая сладость. Да, вот не хватает этого контраста, да? Какого? Соленого. Ну, его там еще и не было. Подожди, он же... Все блюда готовятся на соленом. Он же только делает. Острым и сладким. Свежим. Скажи, что... Чуть-чуть кориандра, буквально, да. Бум-бум. Давай, у меня как раз по Ромкиному сделаем. У меня и пакетик тут затесался. Чуть-чуть... Сколько ложечка чайная? Да, не больше. Вот так вот. Чтобы раскрыть аромат. Угу. Как там Рома делал? Главное, лицо близко не подставлять, да? Слушай, у нас через пакет аромат... Врывается. Ты как фантомас, Сережка. Вот так он как фантомас. А я там... Все? Да. Чтобы чисто лопнули и все, да? Мне кажется, вам пора там уже крышечку поднимать. Сейчас я все засек. Да? Маратик, отправляю. Да. Так, готово. Все, можно здесь перемешать. Могу. Накрыть крышечкой. И открываем крышечку для мяса. Мне нравится. Красиво. Катюша. Вы меня в последнее время удивляетесь. Скажи мне. О, ребята, те, кто смотрели видео за вчера, у той мадам, у бабушки, мы калачи купили. Катя, пожалуйста, ты будешь сейчас ехать к маме, заедь, возьми еще там 4, 5, 6, ну штук 8 калачей. Это самые вкусные. Самые простые, самые вкусные. Я не везел, к сожалению. Посмотришь. И заедешь до раечки, у которой мы покупали батат, и завезешь немножечко вот этого, скажешь, что мы приготовили из него. Хорошо? Как скажешь, Сережа. Все, я здесь накрываю? Да. На медленном, медленном огне? На медленном, да. Так. Это вот сюда. Огонек, и немалочка. Перчульки одеваем. Вот их правая на левую. Э, ты видишь, какой? Смотри, бац, и замерзла. Да, именно 250-260. Температуру. Ну, давай. А что же я могу давать, если ты стоишь прямо возле гриля? А что такой нервный? Да что ты лезешь сюда? Хочу и лезу. Ну, я тебе сказал, я... Я к грилю и ревну. Я Марату сказал, да не подходи к нему вот это вот. Он с котами не так разговаривает, что к гриле лезу. О, великолепно, все. Что все? Открываем и оставляем открыто, и делаем минимальный огонь. У вас перец лопнул. Еще 20 минут. Нет, ничего страшного. Это не наш, это Роман. И вот это на тарелочку кладется, да? Да. Выкладывается. Сначала выкладывается мясо с соусом, потом с гарнир с ним. Все увидишь. Я же могу хотя бы эту крышку накрыть. Да, да, это может, конечно, нужно. И пойдем обедать. Может, хоть попробуем? Нет. Нет. А что его пробовать? Все великолепно. Варанина она и в Африке? Варанина? Да. Ай-вай-вай-вай-вай-вай. Стоит. Что стоит? Лук. Моя цебуля в стакане? Да. Стоит. Марат, что, уже можем потихонечку? Хотел нарезать, но я имею такое счастье. Просто тирану. Смотри, как она прямо именно... Тебе мне, тебе мне, тебе мне. Ты понял? Сколько надо, Маратик? Немножко. А чего? Давайте, это же сверху надо будет. Чуть-чуть, да, на блюдо прям присыпать. Каждому в тарелочку или... Я не знаю, мы будем на общее... Вы будете подмариновывать? Нет. Вот абсолютно, если это не надо. Все. Готово. Прям, прям... Веер какой-то. Офигеть. Так, это мы уже готовим под гарнировочку. А на чем мы... А, слушай, так нелеганно мне надо ничего, мы просто в блюдо. А, прямо оттуда и в тарелочку? В тарелочку. Сначала мясо с соусом, потом гарнир. И прям гарнир будет окунаться в соус, понял? Несу тарелочки, да? Еще рано. Ну, чего я пойду, уже схожу, все равно мне нечего. А что с ними будет? А вот ты такой... Тарелочки мне ничего не надо. Я просто говорю, что сейчас мы еще не будем доставать ничего. Почему? Уже осталось там буквально? Ну, тарелки-то она принеси может. А что, Маратин? Я за тебя, если что, оператор. Да, да. Ага. Только что нагрчал на меня, а теперь он за меня. Да. Получил, теперь за меня. Не лезь под температуру, елки-палки. Когда вот это вот снимается, когда я говорю температура, что? Ну, вот это победило все сегодня. Овес? Да. Любая зелень, которая вам нравится, ребята. Что вы там уже сосете? Там половину зелени съел, елки-палки. Ты что? Я гутулю. До сих пор гоняет ее. Ой. А это что? Катя. Это тот шедевр, что мы готовили, что у нас осталось. Ага, ты меня не угостил даже этим. Ребята, кто не видел. Боже, это так вкусно. Гениальное видео, гениальный рецепт. Это варенье? Я хотел вообще-то людям показать. Взагнало в себя. Короче, это варенье из болгарского перца. На канале есть это видео. Из перца чили и болгарского. Я и не успел договорить. Кому интересно, на канале есть видео, так и называется варенье из перца, если не ошибаюсь. А у тебя целый банк есть? Целый нет, мы уже все съели. О, Марат, все, я выключаю. Мама, дорогая, пассатыша. Катюня голыми руками на амбразуру. Ю-ху. Так. Анализы стекли. Да ты что, дым дай раздвинуть, показать людям. Ребята, ловите по аромату. Это бесподобно пахнет. Да ты что, и именно так, как ты хотел, да-да-да, чтобы именно была прижарочка. Вот такое, нет-нет, да где-то, чуть-чуть карамелька. Катюша, я не знаю, что у тебя там видно, я почти здесь пока ничего не вижу. Парпарит и кажется уже холодает. Тебе не надо перед нас клади в тарелочку. Да. Ты выключил? Да, я уже выключил. Да, все. Да, все. Ты что, а ну тут такое тебе и пюре-образное. Давай посмотрим, что творится с мясом. Давай. А что смотреть? 40 минут прошло, ровно 40 минут, ребят. Всего, да? 20 минут под крышкой, 20 без. Ёбы в ТГД. Это, наверное, будет лучшая баранина. Сейчас я просто с ума судьбу. Иди, да как это, держи себя в руках. Слушай, сопливенькое такое. Вот такое вот сопливое должно быть. А грибочек, ай-яй-яй-яй. И течет одной струйкой. Все, ребята, можно выключать. Да ты что? То, что мясо готово, это 100%. Чисночочек в пюрешку ушел, но держится. Все, я здесь тоже выключаю, да? Да, да. Аж не терпится попробовать. И бурье на самый раз. И перчик на базе. Вот это шедевр. Как, если я там говорил, что в том видео все бегом до Бабыкати. Ага, за карпом. А многие таки написали, что пошли купили карп и приготовили. Ребята, вам спасибо огромное. Такие вам теперь до Виктории на привоз. Да. Ху, чарк-броэл. Спасибо. Это вам к Дениски. Сайонара. Послужил так, вообще, друг неубиваемый и как это, незабываемый. И не подводит никогда. О, легкий хруст, все, на покой уже уходит. Что, тарелки пошел, поехал? Да, да. Осталось мое любимое? Сцепт очень простой. Сейчас попробуем, расскажем, как на вкус. Тарелочки вон по левую твою руку. Ты понял? Ага. Модные. Марат, полтора месяца ехали. Что ты говоришь? Слышь, мы знаем твои возможности. Я просто хотел передать всю эту гамму. Еще одна розовая есть дома. Обалдеть. А еще одна розовая? А ты что? Посмотрите, какие красивые, да? Безумно красивые. Выбирай на цвет любую. Фиолет-ореневую хочешь? Я вот такую хочу. Фиолетовую. Ладно. На, это тебе. Сам красивые выбрал. Мне. На здоровье. А это тебе, Свете, маме. Короче, всем. Ладно, миску эту убираем. Давай, Катюша, занимай позицию с той стороны. Барабанная дробь. Так вы сначала должны сейчас мяско положить. Начинаем пробовать. Что? Что-что? Марат сказал, сначала мясо. Он распомнит, он все знает. Занимай позицию. Я вот тебе думаю, просто чем? Чтобы оно еще и с жижей было, да? Вот этой поварешкой. Подливка должна быть. Обязательно. И много не нагребай. Сережка, немножко, да. Маратик, с одной стороны, по центру? Вот так, да, с одной стороны. Да? Да. Вот сейчас вот этот соус полился. И он обогатит наш гарнир. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Мне это очень тяжело держать руками, потому что хочется уже кусать губами. Вы сбоку? Вот рядышком, да, вот так вот, да. Отлично. Все? Да. Шикардос. Давай сюда будем закрашивать. Давай. Немножко зеленого лучка. Вместе с зеленушкой. Немножко красного лучка. У вас красиво смотрится гармонично на зеленой тарелочке и зеленая зеленушка. А я поэтому тарелочку и выбрал. Да, Маратик. Все. Только есть, мы будем руками. Да, вилочки я вам не принесла. Скажите спасибо за тарелочки. Можете овсом еще закусить. Как это красиво. Присыпать овесиком? Так, о грибочке, о грибочке. Лучок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. У тебя тут не завалялось две вилочки, Сереж? Катя. А, вот дай выварку Марату. Мой пинцет. Пусть ест на здоровье. Пусть ест на здоровье. Тебе вилочка. Спасибо. А это мне. Чтоб не выпендривался. Блин, мама таким белье дала. Так это и есть оно. Слушай. Счука у вас хорошо получилась, Марат. У меня же лежит агрегат. Я же не знаю, что с ним делать. Ребята, вот. А дай-ка я попробую. Ты пока рассказывай, ребята. А я хочу все-таки... Ну, я хочу попробовать. А я пойду за рилками. Я хочу попробовать, как арендалик. Выварка не, Маратик. Нет, ну, Катя. Катя, как там? Успокойся. Сереж, ну не порти еду. А почему не сделать пюре из этого? Тоже вариант. Света. Не кричи на нее. Пошел Света на втором этаже, а он орет, слышишь? Ага. Сейчас выхватит. Сереж, у тебя там капает. Там это где? Вот там. Не пусть все капает. Так. Сейчас весь соки и цимис выдавлю. Поняла? Вот у меня уже получится детское питание. Марат. Как там? О, Марат. Ему надо было ложку брать, Марат, а не вилку. Это какой-то... А вилка еще будет лучше. Шедевр получается. У меня даже жевать не надо. Ну, мясо. Детское питание для Милан. Ага. Слушай, это во всех известных ресторанах подают. Тыквенное пюре. Тыквенное пюре, к мясу, да. Вот так вот. Но я уже так хочу попробовать. Почему я это не вилку? Спасибо. Что ты сказал там зелени чуть-чуть? Подожди, даже я себе немножечко украшу. И лучка красненького. Обязательно. Выглядит вкусно. Аппетитно. Сережа, ну не надо вот это выпендриваться уже. Ты можешь... Хоть что-то молча делать, ешкин кот. Так я ж стою. Ну так вот стой спокойно. Зачем ты мне подсказываешь? А-а-а, подожди. Что ты пробуешь? Подожди, это что ты пробуешь? Без варенья, из перца? Вот сюда. Аккуратненько. Вот это. Не давай много Марату. Это под любое мясо идет. Под бараньем это вообще. Слушай, а сейчас нельзя приготовить этот... Катя, это можно приготовить в любое время. Приготовьте мне, пожалуйста. Перец чили есть. Болгарский на базаре есть. Все. Сахар, уксус, нюансы и вперед. Две вилки у меня прямо? Ладно, это оператора. Это Катя. Хоть кто-то обо мне подумал. Так, грибочек пробую. А я сразу с пюрешки начну. Катюня? Е-мое, прямо икра комочковая получилась. Молекулярная кухня, да? Давай, это мне. Ребята. Давай аккуратно. Не, а зачем ты убрал лучок? Я не убрал, хочу, чтобы тебе... Брат, вы говорите. Рот мне не запачкать. Очень чувствуется, что хорошо. Ты угадал с количеством сельдерея. Обязательно в этом блюде сельдерей. И многие считают, что грибы не подходят к баранине. Идеально подходят. Сейчас Сережа скажет свое слово. Про гарнир я вообще молчу. Я хочу, чтобы вы быстро попробовали, и я уже могла тоже кушать. Я не пробовал, только мясо. Вот сейчас попробую мясо. О, вороны слетаются. А чего вы не закрыли? Сейчас остынет там у вас. Не успеет, мы съедим. Это так вкусно. Вот как тебя попросить? Что? Начать? Серега. Дай попробовать нормально. Никуда не денется. Я сейчас опять гриле включу на минутку. Но перестань ты уже газить наши. Веселые, замечательные, удивительные видео с хорошим настроением. Вот этой вот туфтой. Один из лучших наших рецептов, Серега. Слава богу, Марат, я уже думал, что ты этого не скажешь. Это просто. Безумно, ребят, безумно. Просто и безумно. Нет у вас ботата, готовьте только с тыквой. Нет у вас тыквы, готовьте только с ботатом. В конце концов, нет у вас того ни другого, возьмите просто картошку. Вот и все. И будет вам счастье. Но это, блин, это очень вкусно. Я даже говорить ничего не буду. Это на самом деле бесподобно вкусно. Такое переплетение продуктов, вкусов. Нежность мяса. Поживает. Можно гарнир немножко полить, сбрызнуть буквально чуть-чуть лимончиком. Он сладкий. Ёшкин кот, собирал, собирал тут эту. На этом фоне тебе сбрызнуть? Это не мне, я для оператора стараюсь. Но, видишь, не получается у меня. Чего? Потому что ты сильно много говоришь. А я уже обиделась. Я хотел за тобой молчать. Подожди, это она именно говорит, ёлки-палки, она еще и обиделась. Я сейчас сниму шляпу. У меня под шляпой будут волосы стоять дыбом. Так вкусно? Так вкусно. На, Катюша, вот тут вся гармония, ёлки-палки. Все для тебя. Я понял. Мне надо ей чаще всовывать, чтобы она молчала. Вкуснячая. Я не знаю, что у тебя там именно кусочками, но пюре у меня бесподобное. Я не знаю. Вкуснее тыквенного батата я еще, наверное, на самом деле никогда не ел. Слушайте, на самом деле очень вкусно. Слушай, там высокая вкусня. Третий рецепт в этом году. Вы просто перфект. Да. Да. Серега. Так держать. Медаль выдадим ей. Это вам. Благодарность. Молодцы. Во-первых, необычно. Во-вторых, просто. Абсолютно просто и очень быстро. И так гармонирует вот этот зеленый лучок там. Нарезкой час времени. Все в кучу. Рома-джан. Спасибо. Высылай еще рецепты. Да, благодарочка. Как спасибо будет на иврите? Тудараба. 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 Брат родной. Тудараба. Все. Давайте, я тоже буду кушать. Скажи. И мяско такое, да? Прям чувствуется его структура. И там сельдерей так хорошо сыграл в мясе. Почему? Он сказал не добавлять розмарин к баранине, хотя она его любит, а добавить в гарнир. Чтоб розмарин не перебил сельдерей. Ай-ай-ай. Сегодня прям какая-то... Тонкости такие. Философия сегодня прям приготовления. Да. Ты что, аж тепло стало. Короче, друзья. Итак, от всей души, с хорошим настроением. Сегодня очень вкусно приготовили. Для вас. Марат и Отец Крепован. Всем пока-пока. И спасибо Роме. И спасибо за овес. И спасибо вообще, что у вас есть. Шоварам, будьте здоровы. Всем пока-пока. Чао. Чао.